И мы переходим к возрастной группе мужчины. 18 плюс и первый бой не совой категории до 55 килограмма. Мы приглашаем на татаме бойца с красным поясом из Соколинской области. Встречайте, Расул Абдулбаев! Расул Абдулбаев, представитель Соколинской школы рукопашного боя, кандидат мастера спорта. Тренируется под руководством Глухого Владислава Андреевича. И его соперник во всем поясом представитель Волкоградской области. Встречайте, Миржан Ергалиев! К сожалению, мы не можем про Емжана Ергалиева что-то сказать, как про его соперника. Потому что, к сожалению, нет информации, не понимаем. Но я думаю, что амбиции спортсменов в любом случае будут на самом высоком уровне. Потому что это уже мужчины. 18 плюс и это весовая категория до 55 килограммов. Представляем участников финального боя боец с красным поясом из Соколинской области. Ему 18 лет, его рост 177 сантиметра. Занимается рукопашным боем с 2015 года. И является победителем всероссийского турнира по рукопашному бою в городе Южно-Соколинск. Он кандидат в мастера спорта. Расул Абдултарев! Его соперник, боец с синим поясом, представляет Волгоградскую область. Ему 25 лет. Его рост 161 сантиметр. Он занимается рукопашным боем с 2014 года. Призер всероссийских соревнований по рукопашному бою. Чемпион Южного федерального округа, кандидат в мастера спорта Миржан Яркалиев! Два кандидата у нас в мастера спорта в финале встретились. Две абсолютно разные школы рукопашного боя. Ну, уважение вызывают ребята с Сахалина, потому что разница с ними 9 часов. У них сейчас уже по калининградскому времени достаточно уже такой вечер, хороший вечер. И мы разговаривали, общались с тренерами, говорили, что были определенные трудности, но я думаю, что на ходе поединка это никак не скажется. Опять же, мы видим уже взвешенный взрослый подход к началу поединка. Это уже другая возрастная, мужчины. Самый легчайший вес рукопашный боя, 55 килограмм. Посмотрим. Мухачи, так называемые. Мухачи. Попытка произвести качевок. Бросок. Да, да, но он тут. Бросок, удушающий его вряд ли будет. Нет, он не будет контролировать руку. Боец с синим поясом. Ну, вот боец с синим поясом, его никто не приводил в рукопашный бой. Он сам пришел, видимо, принял взвешенное или какое-то такое мужское взрослое решение. В отличие от бойца с красным поясом, который привели в рукопашный бой родители. Очень такой девиз хороший у Расула. Бойца с красным поясом. Не шагу назад. Ну, достойно, да. Что он и показывает. Ну, во-первых, он дошел до финала. Давайте начнем, что достаточно уже такой весомый аргумент в пользу подтверждения его девиза. Но, опять же, повторюсь, что в финале возможно все. Это очень... Случайных ребят здесь не бывает. Абсолютно. Но, это, когда спортсмены выходят на помост, на ковер, шансы 50 на 50 у всех. Да. То есть, и говорить, что явные фавориты кто-то, и кто-то заведомо проиграет, невозможно. Яркий пример тому, чемпионат России 2009 год, когда в Санкт-Петербурге в абсолютной весовой категории бились Аллакавов Тимирлан и представитель, по-моему, Владимира. Разница в весе была 20 килограмм. Тимирлану отдавали предпочтение все, потому что он был победителем чемпионата внутренних войск и прошлогодние были. Ну, и антропометрические данные. Они были очень... очень разнились там и по росту, и по всем делам. И в конечном итоге Тимирлан проиграл нокаутом в печень, ногой, с разворота. Это, по-моему, был Геннадий Зуев, нет? Да, совершенно верно, да. Гена Зуев, такой достаточно знаменитый в мире рукопашного боя спортсмен. Он сейчас судит соревнования и по ММА, и уже сам тренирует. Очень красивый поединок был, очень красивый. До сих пор люди... красивый бросок. Бросок, да, синий. Получает балл боец с синим поясом. С падением на спину. Попытка, да, удушающая, но хорошо контролирует. Уже второй раз пытается боец с красным поясом провести удушающий прием. Синий контролирует на уровне. Ну, это уже мужчины, это уже опыт. И ребята уже четко понимают, как и чего защищаться, к чему надо приходить, к чему надо подводить поединок. У мужчин время встречи 5 минут, в отличие от юношей и юниоров. Разрешены нокауты. Разрешены нокауты. Разрешены лоу-кики, разрешены удары по спине. Со стороны спины, в партере. Но, как мы видим, пока это все ребята не реализуют. Они работают в классической технике рукопашного боя. Ударные, переводы в партер, бросковая техника. Все это присутствует. Прошла половина встречи. Боец с синим поясом ведет с разницей в 3 очка. Но, опять же, как мы могли убедиться, даже на этом турнире, это еще ровным счетом ничего не значит. В левосторонней стойке работает боец с синим поясом. Насколько я обращаю внимание, боец с красным поясом. Неудобный. Да. Может быть, неудобный. Неудобный противник. Тем более, когда спортсмены стоят в разносторонних стойках. Впереди, да, на 2 балла. Боец с синим поясом 7-5. Показывает нам счет на табло. 2 минуты до конца поединка. Время есть. Время есть еще и много. И, как показывает практика, функциональная выносливость в данном случае может сыграть достаточно весомую и решающую роль. У кого лучше, кто лучше готов. Встречными курсами ребята идут на размене. Очень много работают. Балл зарабатывает, да, боец с синим поясом. Уже удар рукой в голову. Балл пройдет с синим поясом. Попытка вытолкнуть, но нарывается на контур. Вылечивает преимущество боец синим. Третья попытка удушающего. Выправляет ноги, считает, что рефери показывает. 20 секунд. Попытка удушения. Ну вот это то, о чем мы с вами говорили. Все может быть. Проигрывая по ходу поединка в 3 балла. Да, да, если даже не в 4. Сейчас табло нам показывают. Ну да, все решает случай. Не то, что случай. Не случай. Все решает, наверное, подготовка, желание. Больше кто хочет. Да, совершенно верно. На 4 балла 9-5 выиграл. 9-5 4 балла выиграл. Минута 16 осталась до конца. Ну попался, попался. Два раза контрил от удушающего. Настойчиво все-таки. Боец с красным поясом дожал. Поздравляем Расула, представителя Сахалинской школы рукопашного боя. Молодец, уверенная, волевая такая победа. Молодец. Продолжение следует...